Выборы были грязные. Это и банальная раздача денег со стороны действующего президента, и давление беспрецедентное на бюджетников, с тем, чтобы они проголосовали за сегодняшнего президента. Это попытка перекладывания протоколов, бросы, все массовые, то, что мы, говоря бытом языком, отловили в ночь выборов. И то, что дописали, скажем так, действующему президенту, это однозначно понятно уже всем. Но я доволен своим результатом. Я считаю, что люди меня поддержали, люди поддержали стремление к миру. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших граждан, всех украинцев, которые отдали за меня голоса. Я постараюсь оправдать их доверие. Я не допущу, чтобы их надежды остались нереализованными. Я выступаю за мир, я выступаю за новую стабильную страну, за борьбу с бедностью, за все вещи, которые ценны для людей, отдавших за меня голоса и поддержавших меня на выборах. Хочу сказать, что очень много людей, сделав такой выбор, показали на самом деле отношение к власти. И несмотря на все фальсификации, скупки и так далее, действующий президент получил только чуть больше 15%. Это критически низкий уровень доверия к власти, который продемонстрировали люди. Но на самом деле, это закономерный итог вот такого пятилетнего правления, которое привело 9 из 10 украинцев к нищете. Что касается приближающихся дебатов в виде дебатов на стадионе, то сегодня, наверное, наиболее красноречивым был показатель сдачи анализов, когда сдали анализ крови и вся страна в открытом эфире. Вся страна ожидала, что все остальные анализы тоже будут сдаваться в открытом эфире. И это, конечно, абсолютно не красят нашу страну в международном мире. Это испортит имидж нашей страны. И такого делать нельзя.